В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Об итогах и планах на будущее традиционное общегородское родительское собрание прошло в Доме Учителя. У кого преимущество? Как правильно проезжать перекресток Зернова-Кирова-Академика Негина? С миру по листочку итоги благотворительной акции подвели в молодежном центре. Далее расскажем обо всем подробно. Традиционное общегородское родительское собрание прошло в Доме Учителя. Директор Департамента образования Наталья Володько подвела итоги прошлого учебного года, рассказала о перспективах и планах на 2023-2024 года, а также о нововведениях в сфере образования. На сцене Дома Учителя наградили самых активных родителей. Подробности далее. В этом году 30-й и 41-й детские сады, а также гимназия номер 2 присоединились к сети школы Росатома. А статусные школы Сарова, 15-й, 3-й лицеи и 2-я гимназия вошли в топ-200 лучших школ России, готовящих абитуриентов для топовых вузов страны. Из нашего региона в этот рейтинг вошли еще две школы из Нижнего Новгорода. На собрании подвели итог патриотической работы в школах, которую ввели в этом году. Для нас очень важна эта работа, и с нашей точки зрения она прошла очень удачно. И все уроки и все занятия по внеурочной деятельности в рамках разговоров о важных, которые мы видели как управленцы, нам очень понравились. Очень грамотная подача материала педагогами, очень корректное отношение к истории России и к формированию традиционных ценностей, которые необходимо сформировать у детей. С нового учебного года на уровне местного отделения российского движения детей и молодежи создадут первичные организации на базе школ города. Директор департамента образования Наталья Володько рассказала родителям о возможностях для детей участвовать в значимых федеральных конкурсах. Саровский проект «Школа-вуз-предприятие» планирует расширить на пять школ. Я вас как родителей просто призываю обозначать эти аспекты в классе, что чем больше ребенок участвует в проектах, чем больше вы погружаетесь в различные пробы самого себя, чем больше вы с ним погружаетесь в эту историю, тем больше ребенок чувствует себя востребованным, понимает, что вокруг него происходит и проникается вот этим желанием двигаться дальше. Каждый год Министерство образования и науки у себя на сайте публикует перечень олимпиад для ребят, начиная с третьего и четвертого классов. Там же можно найти список тех олимпиад, которые позволяют старшекласснику претендовать на место в топовых вузах страны без экзаменов или получить 100 баллов по ЕГЭ. У нас очень большой процент детей на самом деле саров поступают в вузы либо без вообще вступительных экзаменов, получая призерство или победителем становясь в олимпиадах первого и второго уровня, либо имеют 100 баллов по предметам. Пять саровчан стали стипендиантами Нижегородской области. Медаль за особые успехи в учении получил 71 выпускник 11 классов. На 100 баллов сдали ЕГЭ 7 старшеклассников. В этом году департамент впервые реализовал проект «Сетевой образовательный хаб города Сарова», который позволил ребятам посещать выбранные профильные предметы для углубленного изучения, которых нет в их школе, в других образовательных организациях. В новый учебный год проект продолжат реализовывать. Это сохранение индивидуальных образовательных маршрутов или траекторий, как мы говорим, на базе 10-11 класса. Поэтому если у родителей возникают такие вопросы, где можно получить, у нас нет такой возможности, мы всегда готовы предложить другую образовательную организацию. Причем мы стараемся предложить даже в той части города, где находится школа. То есть в старой части заводим друг с другом взаимодействие. И соответственно в районе тоже заводим друг с другом взаимодействие, чтобы было удобно. Особое внимание на собрание уделили нововведениям в образовательной сфере – возвращении серебряных медалей, введении трудового воспитания, профориентации и профильных классов. В этом году проект МИФИ позволит для школьников и учителей пройти бесплатное обучение по различным направлениям, как дистанционно, так и на базе СРФТИ. 12 детских садов Сарова подключились к инновационной деятельности. Большинство из них ориентированы на инженерно-технологическое образование, которое позволяет уже в дошкольном возрасте подготовить детей к будущему профориентационному направлению. В следующем учебном году 77% воспитанников детских садов включат в инновационную деятельность. По завершении собрания благодарственными письмами наградили самых активных родителей. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Формируется молодежная палата при городской думе Сарова. Членом палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Сарове по месту жительства или по месту пребывания. Прием документов на участие в конкурсе с 30 августа по 29 сентября. С требованиями можно ознакомиться на сайте городской думы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цикл бесплатных занятий кототерапии планируют запустить в сентябре приют Мурдом. Занятия с элементами арт-терапии, интерактивных заданий будут направлены на снятие стресса и уменьшение чувства тревожности. Кототерапию будут проводить специалисты под контролем волонтеров приюта для пенсионеров, инвалидов, детей от 5 лет и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Программу составят с учетом возрастных особенностей участников. Команда спортивной школы «Икар» выиграла Кубок Нижегородской области по футболу в М-лиге. Финальный матч состоялся 29 августа в столице региона на стадионе «Локомотив». Саровчане сразились за звание победителя с командой «Родинас Шор-8». Основное время поединка закончилось в ничью 1-1, но в серии пенальти удача оказалась на стороне саровских футболистов. Тренирует чемпионов Алексей Серебров. Самым аварийным перекрестком Сарова остается Зернова-Арзамасская, но за последний год количество ДТП значительно уменьшилось. На дороге сделали разметку, которая помогает водителям соблюдать определенный радиус поворота. Другой перекресток Зернова-Кирова академика Негина проверяет саровчан на знания ПДД. В соцсетях развернулись бурные споры о том, кому же все-таки надо уступать дорогу. Ответ в нашем репортаже. Перекресток Зернова-Кирова академика Негина заставил жителей города заметно понервничать. В социальных сетях развернулась настоящая баталия – кто должен уступать дорогу на пересечении дорог. Многие утверждают, что выезжающие со стороны заправки имеют право приоритета – им должны уступить дорогу. Там стоит знак «Стоп». То есть водитель, который выезжает у нас с АЗС, где стоит знак «Стоп», они у нас обязаны пропускать всех. То есть они должны остановиться перед знаком, либо перед краем проезжей части. После того, как другие участники дорожного движения, которые направляются с улицы Кирова, завершат поворот направо, либо налево, то есть после этого только они могут продолжать свое движение. Большую трудность вызывает и проезд перекрестка улиц Гоголя-Герцена. Иногда водители не учитывают знаки и нарушают правила. На самом деле такой коварный участок дороги в связи с тем, что ландшафтное положение проезжей части, оно как бы скрыто. Которое выезжает со дворов, как правило, они не видят других участников движения, которые, например, продолжают движение по главной дороге. По словам Евгения Тимушкина, самым аварийным перекрестком остается зерно в Арзамасское. Но за последний год количество ДТП значительно уменьшилось. На дороге сделали разметку, которая помогает водителям соблюдать определенный радиус поворота. На перекрестке не раз были ДТП и с пострадавшими. На комиссии безопасности дорожного движения был рассмотрен вопрос по тому, чтобы ввести дополнительную секцию для пешеходов. Это как бы на Зерново-Московский перекресток, где пешеходы у нас сейчас отдельно проходят. То есть везде для всех направлений горит красный сигнал с фотофора, а для пешеходов зеленый. И тоже будет данная практика применена на этом перекрестке. Я думаю, мы уйдем от этой проблемы, потому что на самом деле он там смещенный перекресток. То есть проезжая часть она смещена маленько, и которую поворачивает водитель налево на улицу Арзамасскую. Им нужно будет успеть пропустить транспортные средства, которые едут в прямом направлении, движутся по улице Зернова. И тем самым еще нужно следить за пешеходами, которые переходят в проезжую часть. Аварийным перекрестком признаны и пересечения Октябрьского проспекта с улицы Мира до улицы Дзержинского. В августе там установили пешеходный переход, совмещенный с лежачим полицейским, и повесили знаки пешеходного перехода над проезжей частью. Ирина Вышегородцева, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей, Саров-24. Собрать ребенка в школу – дело не только хлопотное, но и очень дорогостоящее. К сожалению, не каждая семья может позволить купить детям даже минимальный базовый набор школьных принадлежностей. Им на помощь уже несколько лет приходят волонтеры. В рамках общегородской благотворительной акции «С миру по листочку» они собирают пожертвования в нескольких торговых центрах города. Итоги акции подвели в молодежном центре. В семье Семенко шестеро детей. Старшие уже учатся в институте, а младшие пойдут во второй класс. На благотворительную акцию «С миру по листочку» они приходят традиционно. Здесь дети получают школьные принадлежности к первому сентября. Когда нам помогают, облегчают наши труды и материальные, и даже общий настрой, что нас ждут, о нас заботятся, проявляют внимание такое. И как мы знаем, что это «Сарусское благочение», для нас это «В» неприятно, потому что мы люди верующие. И это забота нашей церкви, о нашем благосостоянии. Благотворительная акция «С миру по листочку» стартовала 15 лет назад. Ее организовал волонтерский центр «Радость моя». Цель акции – помочь собрать к школе детей из многотетных и малоимущих семей. В течение августа православные добровольцы собирали средства, делали закупки, раскладывали подарки для учеников. В этом году школьные принадлежности получили около 400 школьников, 40 из них – первоклассники. У нас подготовлена еще отправка на город «Энергодар». Это наши новые российские территории, оттуда был запрос на помощь. И мы сейчас уже готовим, у нас будет 35 портфелей для них. И еще констовары, которые не внутри портфеля, а вот тетради, различные просто упаковками. То, что у нас есть, мы готовим на отправку. На протяжении вечера гости смогли принять участие в мастер-классах, а также насладиться творческими выступлениями. Наши горожане собрали каждому портфель, принадлежности. И нужно, конечно, с благодарностью относиться, беречь эти принадлежности. И быть достойным того, что мы, наши детки, на вас надеемся, что вы будете честными, трудолюбивыми, добрыми, уважать старших. Успехов вам в наступающем учебном году, отличного позитивного настроения, детных друзей и интересных увлечений. Семьи, которые не смогли прийти на праздник, могут забрать подарки в волонтерском центре «Радость моя». На улице Пушкина, 24 А, 31 августа с 13 до 19 часов и 4 сентября с 16 до 18. Там же на гуманитарном складе можно подобрать школьную, спортивную одежду и обувь. Все оставшиеся школьные принадлежности будут отправлены на освобожденные территории Донбасса. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Повезло с погодой. В Нижегородской области начало осени обещают быть теплым. Метеорологи прогнозируют плюс 22, плюс 25 градусов в День знаний. Специалисты учитывали данные метеонаблюдений за 10 лет и анализ текущего циклона. Подробности далее. В последнюю неделю лета саровчане жонглировали легкими летними нарядами и осенними куртками. Погода была переменчива, но с приходом календарной осени решила реабилитироваться. Больше всего погодой в ближайшие дни интересуются школьники и их родители-метеорологи радуют оптимистичным прогнозом. 1 сентября летнее тепло еще задержится в регионе. В ночные и утренние часы температура будет плюс 10, плюс 12 градусов. К полудню воздух прогреется до плюс 22, плюс 25, без осадков. В этом году именно к началу учебного года над европейской территорией России усиливается гребень антициклона. В народном календаре пересменок двух сезонов называют бабьим летом. В этот период ожидаемо несколько дней в центральных регионах страны сохранится сухая и теплая погода, давая плавно проститься с летом. Календарное лето с такой неустойчивой погодой подходит к концу. В этом году именно к началу школьного учебного года на территории Нижегородской области усиливается гребень антициклона. Такая синаптическая ситуация и создаст условия для комфортной летней погоды. Температура воздуха 1 сентября ночью и утром 10-12 градусов. К полудню воздух прогреется до 23-25. Такой температурный фон выше климатической нормы на 4-5 градусов. На фоне повышенного атмосферного давления осадков не прогнозируется. Самым ярким началом осени был сентябрь 1909 года, когда даже в конце первой декады столбики термометров зашкаливали до 30-ти градусной отметки. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА